Закупили сырье, собрали мастерица, приступили к работе. За две недели нужно связать 100 пар носков для участников специальной военной операции. Батальон тыла Ростовчанка – это объединение активных людей, которые стараются помогать военным. Сейчас он вяжет теплые носки и шапки. Письма дают им очень большую поддержку. За спицы взялись 23 мастерицы из Таганрога Ростова-Волгодонска-Батальской Оксая. О том, что нужны именно носки, рассказали сами бойцы. На пожертвования купили первую партию шерсти и вяжут носки всех размеров, чтобы подошли каждому. Написание текстов и их продвижение в соцсетях, увеличение аудитории, создание фото и видеоконтента. В Ростове открылась первая в регионе медиашкола «Дон Молодой». За полтора месяца школьники и студенты от 14 до 23 лет пройдут обучение в медиасфере и пиаре. Программа медиашколы разбита на три очных модуля в течение полутора месяцев. И никаких лекций, только интерактивный подход к обучению. Сегодня это будет копирайтинг к СММ. Следующий модуль будет посвящен фото и видеоконтенту. Следующий, третий модуль будет посвящен современным СМИ и пиару. Они будут работать над домашними заданиями и закреплять знания, полученные в результате интенсива. За каждое практическое задание, будь то написание текстов или съемка и монтаж ролика, будут начисляться баллы. Участники с рейтингом больше 50% получат сертификаты об обучении, а 10 лучших – еще и спецпризы организаторов. Второй очный модуль стартует 26 ноября, а завершится медиашкола 16 декабря под введением итогов и награждением. Два нормальных гола, еще один незасчитанный. И все это за последние 15 минут игры. Футбольный Ростов одержал волевую победу в Грозном. Пропустили наши уже на 14-й минуте. А перевернули ситуацию только ближе к концовке, но все успели. В качестве последней пристрелки можно принять удар Уткина в штангу. И вот гол. Тот же Уткин навешивается штрафного. Удар головой Милехину не удается. Мяч опускается на землю. И самым расторопным при остальных замерзших стал Комличенко, пробив руки вратаря. Буквально через минуту радость наших вызывает точно удар Щетинина. Но этого гола нас лишает Вар. Оказывается, до того мяч попал в руки Комличенко. Но Ростов все-таки успел забить правильно. На 86-й минуте Осипенко оказался на левом фланге нападения. Навесил штрафную и еще один защитник Сильянов. Ногой с лета передачу замкнул. Победа 2-1. Ростов делит третье место с ЦСКА. Впереди только «Зенит» и «Спартак». Следующий матч – воскресенье дома с идущим пятым «Динамо». Три дня продлились большие гастроли Смоленского государственного академического драматического театра имени Грибоедова на сцене Ростовского театра Горького. Четыре спектакля разной направленности и жанра. Гости из Смоленска привезли премьеры двух последних сезонов «Игрок по Достоевскому», «Авария, любовь» и «Детская сказка Али Баба». В каждом регионе зрители принимают по-разному. И есть те вещи, которые, например, в Смоленске проходят вскользь, зато в другом регионе идет неимоверная, неожиданная реакция. Поэтому это для актеров прежде всего это очень ценно, ну и в целом для театра и для режиссеров тоже. Редактор субтитров А.Семкин